Полтора года я откладывал этот ролик, потому что постоянно находил что-то более полезное для вас, чем вот обзор моего рабочего места. Но учитывая количество прилетающих в Директ... Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы тоже залетать ко мне в Директ. Так вот, по количеству прилетающих... Лёха, покажи, наверное, наступил тот самый момент, когда я вам всем говорю. Всем привет, заходите ко мне в офис, я вам всё покажу, расскажу. Сегодня у нас день открытых дверей, это вот мой рум-тур. Ну что, добро пожаловать, вот она, моя берлога. Сейчас я вам всё тут покажу, расскажу, только сначала сделаю хвобысь. Тут у меня книжная полка и сразу же две мои самые любимые книги. А ещё всем очень советую изучить деловую переписку и писать сокращая. Здесь у меня четвёртая плойка, беспроводная, терпеть не могу провода. Тут документы, для компа вон сколько напокупал. А это налоги, за 8 лет насобиралась. Планшет, графический. Частенько достаю, вон уже старичок подстёрся. Но ничего, работает, куда ж он денется. А тут у меня всякие разные мелочи. Всякие и разные. Иногда с дочкой забеги устраиваем, чья крутилка дольше крутится. Дальше в шуфлядке у меня всё сгруппировано по коробочкам. Люблю контейнеровать, оборачивать в контейнеры. Прямо вот как в фигме. Взять и обернуть в контейнер. Чтобы потом это всё дело долго не искать. Вот все флешки в одном месте. Так я тоже экономлю немножко времени. Вонючки тоже сгруппированы. Тут капли. Глаза капать, а то что-то красные всегда. А сон как-то не помогает. В нижней шуфлядке. Кстати, многие не слышали слова шуфлядка. Оно белорусское, хотя вроде звучит по-русски. Это полка, которая выдвигается. Тут моё богатство. Трубочки для сока. Тут рядом с бесперебойником бэкапы. И бэкапы бэкапов. Ну да, такой вот я. Удобная вешалка для сумки трансформируется в брусья. А над головой турник. Чтобы жиром не заплыть. Чтобы жиром не заплыть. Жопу в руки и полез на турник. Дверю прикрыл и не видно. Класс, надо не только время экономить, но и место. А это удобная штуковина для ключей. Взял и пошёл. Да и всегда понятно, достал ли из карманов или забыл. Вы только посмотрите на этого мужчину. Прижался к барышне и такой серьёзный. Тут у меня полочка настроения для улицы. Цвет настроения жёлтый, коричневый, синий и чёрный. Набор вонючек и коллекция белых коробочек. Очередная порция ПВХ фигурок, которые делают мою берлогу уютнее. Заказывал на Алиэкспрессе, а некоторые, по-моему, с Ебэя. Ну что, пойдём дальше. Тут у меня аппарат по распилению веселящего газа. Это фоновые лампочки для роликов, чтобы вам веселее было. Вот уже к Новому году подготовился. Заранее, думаю. А ну проверьте, подписались ли. Велосипед. Первым поднимает руку, когда ты разыскиваешь вешалку. Товарищ этот сенсорный, что удобно. А ещё удобно включить на компе кино. И крутить педали под кино. Крутимся дальше. Это шкаф. Зимние вещи и всякие маски. Штаны, кофты, майки. Тут две шуфлятки. Долго не мог запомнить, где трусы, где носки. А потом гениальная мысль меня посетила. Трусы же всегда сверху. Вот и решил проблему. Ну и инструменты. А это ответочная. Так и написано. Ответочная. Тут я буду искать ответы на ваши вопросы в инстаграме. Сяду рядом с чёртиком. Есть вот только проблемка. Слово ответочная в инстаграме зеркалится. Тут я тоже группирую элементы, оборачивая контейнерами. Да-да, фигма головного мозга. Но что поделать, если группировать это удобно. И вот ещё контейнеры. Контейнер проводов, контейнер комплектующих. Ну и коробочки. Тут мои любимые рубашки. Такие удобные полочки на дверце сделал. А это моя ютубовская. Эй, 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 куда? Поле чудес. RGB лампы, чтобы стены подсвечивать, чтобы вам была картинка осмотребельная. Всякие переходники, детальки. Пультов набор. Батарейки, зарядки, провода, подставки, держатели. Ой, стабилизатор. Подставка на стол, моя любимая. И вот они, две мои камеры. Вот эта камера у меня теперь пылится. Я с неё когда-то начинал. Canon 200D. А вот этот малыш, это основная камера, на которой я записываю все ролики. Canon M200. И вот этот ролик я тоже записываю на неё. Но вот сейчас на обзор камер я взял в руки телефон. Canon M200 перегревается, поэтому я долгое время не мог начать стримить. M200 прекрасно себя чувствует, ходит на целый день подрубая и ещё и лучший задний фон размывает. Опять же, чтобы вам картинка была осмотребельнее. 200D я не продаю, это у меня план B, если вдруг что-то с основным случится, чтобы вы без роликов не остались. А это хромакей. Мы его сегодня ещё расчехлим, но попозже. Вот такое вот оно моё поле чудес, ютубовское. Ну вот вроде бы всё, что к шкафу относится, показал. Да не всё. Сим салабим рахат люкум. Вот она моя спальня. Да, у меня тут в берлоге есть своя кровать. Я просто обожаю днём спать. Это так кайфово, пока все работают, ты спишь. Сейчас мы нажмём на кнопку и сделаем более сонную атмосферу. Ну вот, другое дело. Сейчас я вам ещё один лайфхак покажу. Если нажать на клавиатуре Windows D, то таким образом сворачиваются все окна. А у меня вместо картинки чёрные обои. Я не выключаю мониторы, я отключаю картинку, и они больше не светятся. Они работают. Это же лайфхак, который экономит время. Не надо их потом будет включать. Видите, я стараюсь везде экономить время. Вот как уютно, когда мониторы не светятся. Ещё можно вот это повыключать, и вообще тогда станет хорошо. Да? Да. Уютно. Уютно. Да, я не только люблю поспать, но и просто полежать. Например, фильмы почитать. У меня тут есть такая кнопка, которая делает... Ну где ты там? Попасть не могу. Делает свет. Вот такая вот у меня спальня прямо в офисе. Экономлю не только время, но и место. Ну что, смотрим дальше. Это моё кресло. Раньше у меня было большое, эргономическое, чёрное кресло, которое сразу же на второй день собирало всю пыль. А это прекрасно себя чувствует, комфортно. Смотрите, сколько места. Класс. И спину держит. Если интересно, пишите в комментариях, поищу на него ссылку. Ну что, садимся. Это мой основной рабочий монитор. Делла 32 дюйма. Через него проходят все мои проекты. По бокам тоже делловские, 24 дюймовые. Справа у меня что-то для фильмов, сериалов или вот стрим можно запустить. Пока ты работаешь, справа кто-то трэндит и вроде двух зайцев. Да, двумя мониторами, двух зайцев. А слева чатики всякие. Почта, скайпы, телеграммы, дискорды. И вот эта дурацкая таблица, которую никто не может доскролить до дна. А я скроллю. Так, под мониторами. А тут уже такие потёмки, надо воспользоваться лайфхаком. Другое дело, всё можно рассмотреть. Наушники. Регулятор громкости от внешних колонок. У меня два набора колонок. Один от Алисы, а второй от компа. Я их разделил, чтобы Алиса не зависела от сигнала компа. Мне кажется, это очень удобно. Вот у меня набор 5 плюс 1. Сабвуфер у меня под столом стоит. А второй просто на столе набор. Алиса, вон она, откликается. Люблю включать фоновые звуки дождя, костра или поезда. Да, хотя бы так вот уезжаю из этого беспредела. В Беларуси пока как-то не очень. Хотя бы так уезжаю. Стримдек. Подробно уже не буду останавливаться. Есть на канале отдельное видео про эти дополнительные кнопки, которых мне так не хватает на клавиатуре. Удобная штука. Экономит кучу времени. Нажал на кнопку, прилетел какой-нибудь блокнот. Ссылка открылась. Класс. Экономит очень много времени. Слева у меня такой же, но тут уже хоткей для фигмы. Всякие макросы, ускорялки процесса. Но это вот моя клавиатура. Люблю, когда всё подсвечивается. Телефон. Всегда под носом, чтобы не пропускать уведомления. Надо зарядить, положил и заряжается. Надо же быть в курсе, когда вы пишете, чтобы вам отвечать. Это моя самая первая фигурка. ПВХ фигурка. Поэтому она тут. Потому что самая первая. Надо пить много воды, поэтому вода всегда под боком. А ещё сок. Вот с длинной трубочкой. Теперь вы понимаете, зачем мне столько трубочек? Телефон. Второй телефон для пароля. Если вдруг с моим основным телефоном что-то случится, я хотя бы не буду переживать, что все мои пароли похерились. Недавно один подписчик написал, что он пропал на неделю из дискорда, потому что потерял телефон и не мог зайти в дискорд. Вот, надеюсь, у меня такого недоразумения не будет. Поэтому без паники. Заметки. Подставка. Под кофе. В общем, всякие мелочи. Вот такое вот у меня рабочее место. А, мышку забыл. Подробно останавливаться не буду. Есть про неё отдельное видео на канале. 28 Hot Cave. В Figma забурстили мою производительность в несколько раз. К сожалению, хватает на сутки. Поэтому на всякий случай есть вторая точно такая. Если вдруг первая разрядится, ну мало ли забыл поставить на зарядку на ночь глядя. Поработаю на второй. Тут у меня ещё растёт дерево, на всякий случай. А также стопка всяких разных проводов. Я их спрятал за мониторами, чтобы под мониторами нигде ничего не торчало. Ой, не люблю провода. Не люблю. Заряжаются наушники. Потому что тоже беспроводные. Конечно же, никаких проводов. Тут ещё есть стопка книг по комиксам. Ещё забавная книга с названием «Не ной». Очень нравится этот слоган. И пульты от подсветки тоже достаточно удобно разместились. Сейчас покажу, как я тут чего наподсвечивал. Вот такое вот у меня вроде бы удобное, уютное рабочее место. Нави летят 5.14. Сейчас я вернусь и разберёмся. Ну что, давайте уже включим подсветку, да, посмотрим, как чего. Вот такой вот сенсорный пульт включает подсветку. Она у меня проходит через всю комнату по трём осям. От этого я просто обалдею. Очень нравится. Очень. Тут у меня лежит электронный вариант «На, почитать». Уже такая длинная книжная очередь ко мне выстроилась, а я всё никак с ней не разберусь. Да. Здесь у меня телескоп. Пытаюсь найти контакт с цивилизацией, но видно только луну. Вот такого размера прикреплю скриншоты. Ну а это мои девчонки. Тут у меня ещё один отряд ПВХ фигурок. Сейчас поменяю освещение. Во, чтоб атмосферно стало. В целом я обалдею от всякого рода подсветок. Вот нравится мне и ничего не могу с собой поделать. Особенно в тёмное время суток включаешь какую-нибудь атмосферную музыку, и хорошо. Вот просто хорошо. Уютно сразу, классно. Вот такие они у меня. Знали бы вы, сколько эти ребята пыли собирают? Да, немало. Приходится переквалифицироваться в бабузину и влажными салфетками всё это дело протирать. Но, тем не менее, это даже немного дисциплинирует наладить порядок с определённой периодичностью. На мониторе ютится веб-камера, но я и не пользуюсь. Всегда подрубаю фотоаппарат, чтобы картинка была покачественнее. Так, лампа. Отодвинься. А тут у меня под вот этой классной надписью скрывается, угадайте что? Телевизор. 55 дюймов. Ну-ка, ну-ка. О, другое дело. Вот это я понимаю. Хотел сначала 65 дюймов в 4К, но подумал, что нет, от стенки от моей вообще тогда ничего не останется, будет просто вот это чёрное пятно. Поэтому 55 в 4К в самый раз. Обычно я делаю вот так. Даже кровать не расстилаю. Подрубаю кино, выключаю на мониторах картинку, но при этом беру себе мышку. Мало ли кто чего напишет, это ж всегда интересно. Посмотрел, закрыл и дальше балдеешь. Не отходя от кассы, как говорится, и вот сок можно потягать, трубочка же есть. Но самое интересное, в столе вот эти кнопки. Нажимаешь и стол поднимается. Да, во-первых, можно играть в пол, это лава, пол, это лава. А во-вторых, очень удобно работать стоя, особенно если чередуешь. Поработал стоя, поработал сидя, поработал стоя, опять присел. Спина, конечно же, радуется. Вот так вот это выглядит. Класс. Просто класс. Обожаю работать стоя. Обожаю. А под столом я провел переговоры с проводами, чтобы они не путались под ногами. И в принципе, мы нашли какой-то компромисс. Вот этот кругляш пальцы разминает с Алиэкспресса. Тут у меня складское помещение. Один сабвуфер от компа под столом, а второй от Алисы на столе. Один под столом, второй на столе. Под столом у меня еще есть хитрый мякиш, чтобы коленка об железку не билась. А то больновато, знаете ли, вот в мякиш нормально, а в железку больновато, а в мякиш нормально. Микрофон я нашиманиваю вот в такую штуку, просто-напросто, чтобы не пылился. Мне кажется, работает система. Опустил, и все, можно с вами общаться, консультацию проводить. Тут у меня свет для Ютуба дополнительный, а вот это вот основной, чтобы мои синяки под глазами не так сильно в глаза бросались. На потолке светильник, и вот, в принципе, света мне хватает. И вот видите, какая беда, если телевизор без накидки. Вот эти фонари отсвечивают, плюс это просто черное пятно. Вот, совсем другое дело, больше не отсвечивает, и надпись мне нравится. Сейчас я еще раз подниму стол, и покажу вам, как я записываю ролики, и как я стримлю для вас стримы. Установил камеру, обычно она вот так вот стоит, и прямо на меня смотрит, а я, соответственно, прямо в нее вам разговариваю. Сейчас поставил Canon 200D, так как снимаю на M200, обычно маленькая камера у меня основная. Сзади меня зеленый экран, это если мне нужно что-то вырезать, вокруг себя сделать какой-то прозрачный фон, но если не надо, вот так вот все компактно складывается. Ну вот, вроде все, показал и рассказал. Если понравилось, отсыпьте жменьку лайков, старался для вас монтировал, чтобы была картинка осмотребельна, и подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы залетать ко мне в директ. Скоро увидимся, услышимся, пока. Пока-пока. Пока.